Утро 24 градуса Правительство которого Без какого-то тендера Выделило почти миллиард долларов 912 по-моему Миллионов канадских долларов В благотворительную организацию Которая должна была Этими деньгами распоряжаться Выделяя всякую помощь Поддержку Создавая рабочие места Для студентов и нуждающихся Такие так называемые Vulnerable groups Люди, которые, группы населения Которые по каким-то причинам Требуют особой опеки Особой поддержки Стороны государства И соответственно скандал разгорелся Все было бы ничего, да Если бы не то, что не было никакого тендера Если бы не была такая здоровая сумма И если бы не выяснилось Что семья премьер-министра Связана с этим самым В ичарте организации Говорит на фондом Да И они получали Члены семьи По разным источникам Там от 280 до 350 тысяч долларов За свое выступление За свое участие в работе Этой организации И вот соответственно Новые данные Новые данные По поводу Всей этой истории Оказалось, что Деньги Вот этот почти миллиард долларов Были выделены Не в самой организации We Charity Да А организации Совершенно независимой С другими директорами С другими Не знаю Сотрудниками Которые имеют название We Charity Foundation Да Эта организация Была зарегистрирована В 2018 году только В 2019 году Она говорила о том Что она Никакой активности не ведет Но потом в 2019 году Вроде как распечаталась Да У нее бюджет Всего 150 тысяч долларов Еще раз Организация Создана с нуля В 2018 году До 2019 года Никакой бизнес деятельности Никакой активности не было Пустышка прокладка У нее нет ничего За ее душой Никаких активов Никаких Не знаю В общем Ничего такого За что компания Или чем компания Могла расплачиваться В случае Если какие-то Были бы нарушения Проблемы с законами И с распределением Этих самых денег И вот этой компанией Которая была создана В словно говоря Вчера Было перечислено В распоряжении Миллиард денег Налогоплательщиков В канадских И собственно Народ в трансе Потому что Они говорят Ну как так-то Вот Это деньги налогоплательщиков По идее Налогоплательщики Должны Каким-то образом Иметь возможность Там наказать Преследовать Компенсировать Потери в деньгах В случае что А с этой компанией Брать нечего И естественно Вопрос К этой самой Вичарити Слушайте А вот как так Получилось Начали отвечать Ну типа Это нормальная практика Для бизнес-организаций У нас Серьезные организации Мы существуем Уже больше 20 лет Значит У нас там Есть свои активы Мы не хотим Ничем рисковать Сумма не маленькая Мы ожидаем Что особенно В связи с ковидом Будет большое количество Всяких разных Проблем Исков Мы должны будем Отвечать По этим самым искам А мы не хотим Себя никаким образом Подставлять Да И вот поэтому Собственно Мы использовали Эту самую прокладку Которая создавалась Изначально Для того Чтобы управлять Активами Вичарити Ее Как это по-русски Ее Недвижимостью Вот Эта организация Изначально Вичарити Фаундейшн Создавалась Для того Чтобы На Ее баланс Да На управление Этой организацией Вешать Всякие разные Недвижимости Которые есть У самой Вичарити И у Организации Которые работают Под зонтиком Вичарити Или с помощью Вичарити И соответственно У нее совершенно Другая цель Она по другие вещи Затачивалась Но вот В нужный момент Ее вытащили Значит Из кармана И стали использовать Как простую Банальную прокладку И я так понимаю Что Это очень сильно Подливает В Костер Бензинчика Потому что Это реально Очень серьезно Да То есть По сути Получается Организация Которая Мало того Что запятнана Уже связью С семьей Премьер-министра Эта организация Еще к тому же Пытается Обмануть Систему И налогоплательщиков Изначально Зная Что у нее Высокие риски Того Что могут быть Проблемы И могут быть Иски Понимаете И На сегодняшний момент Пока ситуация такая Если мы говорим Про конкретные Выводы В всей этой истории Что Создается комиссия Она точнее Работает Эта комиссия По По Этике Да Которая должна Разбирать Ситуацию С правильностью Неправильностью Поведения Премьер-министра И Отдельных Членов кабинета Премьер-министра Со всеми Вытекающими Отсюда Да Заседание Планируется Где-то Либо На середину Августа Либо На начало Сентября Под информацией То что я читал В прессе Дальше Соответственно Орг-выводы Плюс Плюс Соответственно Помимо этой Этической комиссии Скорее всего Будет независимое Расследование Со стороны Фискальных органов По поводу того Как такое Вообще Может быть Каким образом То есть Это будет Государственный Аудитор Какой-то Вместе Возможно С налоговой Канады Для того Чтобы понять Что в этой ситуации Сделать Может быть Там Эти деньги Как-то заблокировать Вернуть Там еще что-то делать Заставить Переоформить документы Плюс Там еще Очень важный Интересный вопрос Надо понять Кто был Инициатором Было ли Инициатором Создания И перешления Денег Вот эта Ветчарити Организация Или Это Федеральное Правительство В лице Кабинета Премьер-министра И министра Финансов Предложили Ветчарити Прикрутить Эту комбину В общем Интересно Интересно Продолжаем Наблюдать Естественно Буду держать Вас в курсе Всем откланиваюсь Всем хорошего дня И счастливо